Ты выйди по базаре вживую, трус! Ты не можешь дать на права, безголовая, тупор. Ты даже их купить не можешь, у тебя не приложение. У тебя и денег нет, у тебя нет мозгов, нет. Ты кто вообще, насекомое, животноподобное? В Екатеринбурге наш земляк, пранкоблогер Евгений Воробьев, известный под прозвищем, о нет-нет, не Джек Воробей, и даже не капитан Джек Воробей, а еврей, который уже много лет борется в Интерсети с разного рода мошенничествами и аферизмами, затеял освоить новую Ниву и прикупить водительские права. Ну, в смысле, разузнать, как обстоят дела на этом фронте, можно ли реально, не обучаясь в автошколе и не сдавая экзамены, приобрести за денежку права, причем такие, которые бы при любой гаишной проверке бились, ну и заодно узнать, много ли кидало мошенников, ошивается на этой Ниве. В Интерсети оказалось довольно-таки большое количество предложений. Дабы не распыляться, еврей решил отработаться по устоявшейся схеме и выбрать персонажа на авито. Вообще, надо признать, что это весьма опасный бизнес. В открытом доступе человек пишет «Сделаю права за деньги». Да это же для честных полицейских просто лафа. Представляйся штатским чайником, не способным сдать на права. Предлагай барыге деньги, выходи на него и шнуруй. Ибо в конечном-то итоге, если речь идет не о швырке, а о реальной продаже прав, кто-то же должен выйти из виртуалки в офлайн и вынести в руках материальный предмет – водительские права. Вот этого человечка крепите и идите дальше по веревочке. Уверен, честные полицейские обо всем этом знают и в сопливых советах вообще не нуждаются. Вот и еврей, перебрав в сети нескольких персонажей, зацепился за одного, который разговаривал довольно-таки профессионально, строго по делу, с пониманием темы и даже устроил по телефону для еврея, как тому показалось, цирк, спектакль то бишь. Я вот заявочку оставлял, сказали, чтобы написал я в телеграме, там был указан телефон, поэтому я звоню по поводу водительских прав. Ну, после таких слов клиент должен, видимо, преисполниться к торговцу правами уважухой и доверием. На этой стадии общения еврей еще не знал, кто на той стороне без провода, кидала или же реальный чел, имеющий доступ к реальным правам. 55 тысяч рублей. 55 тысяч рублей. А у вас частное лицо или компания? Вы видели, чтобы частное лицо или компания давала водительское достойнение? Ну, вы исключите логику. Я говорю, я ни разу не... Официально везде бить с собой, да? Что, госуслуги там? Да, то есть вас, если не за бог, конечно, остановят. Сотрудники ДПС, спектакль пробьют вас. Все, вы везде будете, ваша фотография, все. То есть это все проходит, все законно, все легально. Никакое не частное лицо, никакая не компания. Даже не вздумайте на это вообще никогда. Сначала, чтобы я вам рассказал по поводу всех вот этих процедур, мне бы хотелось бы увидеть хотя бы ваши данные. Главное, страница паспорта с пропиской. Вы мне так же в Телеграм это все отсылаете. Фото паспорта? Да, фото паспорта, прописка. Я это отправлю инспекторам. Они посмотрят, пробьют вас по базе, потому что, ну, сами понимаете, мало ли, да, я уже вам, я серых сижу вам не сделаю, да, на принтере эти права. Вам же все официально буду делать. Вас все посмотрели, проверили, что такой человек существует, что все нормально, никаких косяков в нем не было. Так. Все, ну, потом мы с вами созваниваемся. Я уже вам подробненько все расскажу, что и как-то потом. Вы уже там, в обл. ВИИ, это все происходит, все там же. То есть там же фотографируетесь, там же права получаете. Дабы не посылать торговцу правами, читай по определению преступнику, свои паспортные данные, еврей нарыл в сети чужой паспорт, который, по данным МВД, был изъят и уничтожен. Ну, то есть вообще левый паспорт. И отправил его фотографию правоторговцу на гаишную проверку. И он, прикиньте, не вызвал у него никаких вопросов. И вот наступил день Че. Еврей типа с 55 тысячами рублей под мышкой прибыл к зданию обл. ГАИ. Вот я и приехал в обл. ГАИ, как мы договаривались с барыгой. Но давайте, друзья, порассуждаем. Вот реально ли в обл. ГАИ могут завестись крысы и левачить? Либо это реально сидит зэк и зарабатывает бабки. Либо это находится человечек вообще в другой стране. Ну, поскольку, откровенно, паленый, уничтоженный паспорт у торговца правами вопросов не вызвал, то есть этот паспорт как бы прошел проверку как бы в ГАИ, поскольку можно считать, что торговец правами это точно не сотрудник силовых структур, а стопроцентный швыряло. Только вопрос, где он физически находится. Стереотипно существуют две версии. Либо в России на Зоне, откуда телефонные мошенники протягивают свои алчные пальцы щу, то есть щупальцы, либо же на сопредельной Уркаине, где тоже много антироссийских телефонных аферюк. После начала СВО их стало в разы меньше, но кое-какие кидалы, конечно, остались. И их легко выводить на чистую воду с акраментальным тестовым вопросом. Крым чей? Даже за большой куш Уркаинский разводила, работающий под жестким контролем бандерложьих спецслужб, не скажет «российской» и выдаст свою фашистскую сущность. Хотя, что проще, Крым наш. Правду говорить легко. Но еврей этот принципиальный вопрос Швыряли не задал и так и не узнал, чьих он будет. Да так ли это важно? Алло, Сергей Геннадьевич? Да, да, слушаю. Здравствуйте. Это облгенератский язык? Да. Чкалова один. Все. Сейчас, значит, на второй этаж поднимаетесь. Так. Там пятый кабинет. Вот. У него присаживаетесь рядышком. Так. Видит инспектор. Вашу фамилию назовет. Вот. В следующий кабинет зайдите. Он вам дальше расскажет. Сходит сфотографироваться. А, фотографии. Он уже фото сделает, да? Нет, да он там сразу пришел. Заходите. Денежку передаете. Все. Он вас вводит. Сфотографироваться. Там еще пять минут подождите. Здесь вы упакаете сфотку в это удостоверение. Обзор поднимаетесь. Э, все. И вы будете счастливы. Еврей, конечно, зашел в обл. ГАИ. Поискал кабинет номер пять на втором этаже. Не нашел. А обнаружил только окно номер пять, да и то на третьем этаже. И убедился, что все это галимая разводня. Но на последней стадии операции разводка торговец с правами повел себя совсем самонадеянно, чтоб не сказать тупо. И предложил еврею расстаться с пятьюдесятью пятью тысячами рублей до получения прав на руки. До этого момента все было более-менее достоверно, но тут кидало, прям скажем, скис. Как бы забыв классику. Утром деньги, вечером стулья. Он мне сейчас инспектор просто отзвонился. Буквально минут 15 назад там хотел вам направить. С них, там, короче, старший приехал. И они там в кабинете какая-то проверка, там не проверка, там еще все на камеру, в общем, снимается. Поэтому сейчас по-другому сделаем и проще, быстрее, проще сделаем. Ну, а как? Сейчас пойдете тогда к Сербанковскому банкомату. Так. Вот, на... Вы же с новички, правильно? Ну, да, да. Все, налег на сберег положите. Я сейчас вам по телеге скину два номера, две карты. Ага. И нужно будет вот на одну, значит, 25, на другую 30 скинуть. Через первый парк на вот эти две карты. Так, дальше. Все, и стиль обратно к этому кабинету. Все, и он сразу выходит. А он просто, видите, там стоит, ждет, чтобы вот эта передача денег-то этой карты не было. А-а-а, ну я понимаю. Он выйдет и... Садынчик сразу подойдет. Все. И хотя еврей давно уже все понял, он, тем не менее, заради красоты картинки, ну, блогер, пранкер, нашел банкомат и стал возле него тупить, рассказывая по телефону торговцу правами, что у него ничего не получается. Дескать, он не может перевести ему 55 тысяч рублей, ну, а в оконцовке оба сбросили маски и обоих отпустило в область мата. Слушай, Сергей, а давай тебе ментовскую дубинку, нормально будет? А ты че так же вызвал-то, я не понял, слышишь? А че слышишь? Ты ж кидок. Ты че, ка... Картуфель... Ты че, давай по чесноку. Только что, о чем разговаривай. Давай ты выйдешь. Давай ты выйдешь. Я тебе деньги передам. Я тебе не передам, а я тебе еще... Черт. Во как. Есть. Получилось его вывести. Слышали все сами, это незаконно. Не, давай еще позвоним. Че, все уже? Не абонент? Не Алёна, наверное? Это точно зек, друзья. Ну, а кто еще может быть? Кидок. Вот так люди, друзья, кидают. Все, он телефон не берет. Че тут можно сказать? Я считаю, что это все удалось. Друзья, не попадайтесь на уловки мошенников. Это очень чревато. Деньги большие, а барыги на чеку стоят. Так и ждут, когда вы где-то окараетесь. Вот зэк это или не зэк? Как узнать, как пробить? Телефон не берет. Продолжение следует...